Представляю вашему вниманию нож ручной работы компании Барк. Реплика Финкин КВД 1934 года выпуска хорошо и стильно упакован в деревянный футляр с инструкцией по уходу за ножом. Режущая поверхность и рукоять представляют собой анатомически точную копию легендарного холодного оружия прошлых лет. Твердая сталь функционального лезвия отлично держит заточку. Латунный гардер и тыльник обеспечивают удобство и безопасность хозяину. Рукоять из карельской березы, пропитанный льняным маслом, удобно ложится в руку и не уступает по износе стойкости самому ножу. Хотите удивить интересным подарком или порадовать себя настоящим мужским ножом? Переходите по ссылкам в описании и заказывайте, и он будет верой и правдой служить вам многие годы. Всем привет! Сегодня я вам расскажу о Европейском кабинном альянсе 70-80-х годов. Сотрудничество разных грузовых компаний разных стран в былые годы тема отдельная. Понятно, когда она происходила у дружественных и юридически родственных фирм. Однако этим зачастую не ограничивалось. Иногда сотрудничество объединяло и прямых конкурентов. Так случилось в далеком 1972 году. Четыре независимые компании конкурента объединились для разработки серии легких грузовиков в альянс. С длинным названием «Сосиэт Европен Детраукс Интеде Девеломпмент», сокращенно ETD. Самым дорогим элементом у грузовиков и сейчас остается кабина. Она и стала главным результатом альянса, куда вошли голландский DAF, немецкий Magirus Deutz, шведская Volvo и французский Savje. Последняя фирма была объединением из марок Рено, Латиль, Самуа, а позже еще Берлет, Синпар. Для своего времени кабина с кодовым обозначением 870 была вполне передовой, откидывающейся, с большой площадью остекления и стремительным силуэтом. Изначально предполагалась лишь короткой, для развозных грузовиков полной массы до 12 тонн. Однако позднее она обзавелась и глубокой версией, и спальником, и четырехдверным вариантом для спецмашин. Голландцы впервые показали машину с этой кабиной в 1975 году на легких сериях F500 и F700 с 80-сильными дизелями фирмы Perkins. Позже в нее добавились более тяжелые варианты, до 15 тонн полной массы F900 и F1500 с собственными двигателями. В 1987 году Дафф выкупил английский Лейланд и стал использовать его кабины вместо 800 в 70-х. Чуть раньше свою линейку с этой кабиной представил и немецкий Магирус Дойц. Даже внешние машины были очень схожи с голландским собратом, а вот диапазон полных масс был изначально шире, от 7 до 15 тонн. Кроме того, Магирус предлагал и полноприводные варианты, которые служили в армиях разных стран. С 1975 года Магирус вошел в свежеобразованный концерн ИВЕКО. Машины сменили переднюю облицовку с бампером и маркировку на ИВЕКО Магирус, но продолжали выпускаться. Позже добавку к имени сохранили только на машинах с дизелями, воздушного охлаждения. Эта серия выпускалась с 1992 года, когда ее сменило века Еврокарго. Шведская Вольво начала использовать кабину на двух семействах, легком F4 и среднем F6. Цифры обозначали объем собственных двигателей в литрах. Внешне она отличалась лишь иной решеткой с круглыми фарами, а вот внутренних изменений было больше. Каркас кабин Вольво был усилен, чтобы соответствовать строгим шведским стандартам безопасности, что сделало их более тяжелее и потребовало усилить подвеску. С 1978 года ЭВОЛЬВО запустила в серию старшую версию F7 Мильджор, полной массой 17,5 тонн, включавшую и сидельные тягачи. Она оснащалась 213-сильным дизелем, с турбонадувом и автоматической коробкой передач Эллисон. Именно такой тягач получил титул «Грузовик» 1979 года. Семейство было в программе до 1986 года, и им ее сменила известная гамма FL. И вот четвертый участник на момент старта серии, называвшийся «Совьем», поскольку в него входило несколько марок, кабина 870 использовалась на разных моделях, с разными агрегатами и под разными именами. Машина несла шильды «Совьем», «Берлет», «Рено» или, как в этом случае, все три марки «Разом». В дальнейшем с образованием концерна «РВИ» осталась одна общая «Рено». Зато именно у французов эта кабина обрела жизнь. На множество серий и модификаций. С ней выпускалось 20 семейств «Мидлайнер», легких серий «С» и средних «М», плюс тяжелая серия «Менеджер» с разными дизелями, мощностью от 172 до 291 лошадиной силы. Она включала и сидельные тягачи, в 1983 году получившие титул «Грузовик года». На фото такой тягач с короткой кабиной и пластиковым спальником «Дюплекс». Выпускались и усиленные строительные версии по имени «Макстер», полной массой от 19 до 42 тонн. Поскольку в «Рено» вошла «Берлет», знаменитая тяжелыми строительными капотными машинами, их сохранили в производственной программе под неказистыми именами с буковкой «С». На «С» как раз начинается в французском слово «стройка». Только обновили им устаревшие двигатели, капоты и кабины. Использовав ту же кабину «Клуб». Этот поздний самосвал CBH-320 работал на московских стройках. Не только участники клуба «Четырех» используют кабину 870. В основном она встречалась на аффилированных с клубом «Марках». Но не только на таких. Принадлежащий «Рено» американский «Мак» имел в программе модель «МС» или «Мид Лайнер». Тот был не просто двойником с такой же кабиной, а фактически полной копией, собиравшейся на заводе во Франции. И он можно было изредка встретить и у нас в качестве секонд-хенда. Но американцы учитывали специфику своего рынка. Бескапотные грузовики там никогда не были популярны. Поэтому в 1985 году был разработан его капотный аналог «МакКС». Пошли тем же путем, что и с капотниками «Берлет». В кабине 870 пристроили пластиковый нос. Только более короткие и пологие. Активно использовала эту же кабину и французская «Камива». Известный производитель пожарных автомобилей. Когда-то она принадлежала «Берлет». Вместе с ней вошла в группу «Рено». Так что неудивительно, что на своих автолестницах она использовала хозяйскую кабину. Были во Франции другие пользователи той же кабины. Так узкий специалист «Бремонт» производил полноприводные короткопазные машины для пожарных и коммунальных служб одноименного департамента, а также для военных. Его ближайшим конкурентом был «Томас», производивший горные снегоуборщики «Алпик Рад» и шасси «Алпи Роуд». Последние использовались для пожарных машин и оснащались агрегатами «Рено», в том числе кабинами «Клуб». Применение кабины 870 с шведами привело к использованию ее голландской фирмы «Терберг», известной в дальнейшем как производитель тяжелых многоосных самосвалов. Сначала «Терберг» собирал по заказу легкие спецмашины, примером служит этот полноприводный бортовик «Ф» с манипулятором и кабиной «Клуб», построенный в 1982 году для швейцарского клиента. В конце прошлого века в Чехии появился еще один производитель грузовиков «Рос». Он разработал полноприводный автомобиль среднего класса R210 с двигателем и той самой кабиной «Рено», коробкой передач «Итан» и мостами «Роквелл». Однако обанкротился, и эта машина выпускается сейчас как «Татра Т810». Эта кабина используется не только на дорожной технике. Так старинный производитель кранов «Тюпиэм», входящий в империю «Терекс», в своей серии дорожных кранов тоже использовал кабину «Клуб». Эти краны иногда еще встречаются и на наших стройках. Конечно, кабина – самая заметная деталь грузовика, хотя и не самая важная. О других заимствованных агрегатах и их совместной разработке мы непременно расскажем в будущем. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Спасибо за просмотр.